Всем доброго времени суток с вами Дмитрий Афанасьев и мы продолжаем знакомство с базами данных сейчас мы научимся обращаться к базе данных из нашего сайта также доработаем ядро нашего сайта для работы с базами данных а именно создадим нашу первую модель для чего вообще нужны модели модели это такие php файлы располагаться они у нас будут в папке models и основная единственная цель моделей это сконцентрировать себе обращение работу с базами данных то есть SQL код какая-то логика обращения с базами данных все будет в данных моделях по структуре мвц SQL кода и обращение к базам данных не должно быть ни в контроллерах не в представлении все должно быть в моделях и так создадим нашу первую модель по папке models кликаем правой кнопкой мыши выбираем создать файл php и назовем его категория с модул слова категория с большой буквы модул тоже с большой буквы пишется в одно слово нажимаем кнопку готово наш файл создался и открылся в нет бенсе удаляем лишние строки и добавим следующее описание для данного файла данная модель категория с модул будет у нас отвечать исключительно за работу с таблицей категорий которую мы создали на прошлом уроке в данном файле мы напишем ряд функций с помощью которых будем извлекать данные и также мы не по всячески ими манипулировать перед тем как писать здесь какие-то функции давайте сначала придумаем общую логику вывода информации для этого нам потребуется перейти в индекс контроллер данном случае мы оформляем сейчас главную страницу а именно мы хотим в левом меню вывести все наши категории категории товара и первое что мы сделаем в нашем контроллере это подключим модель которую собираемся использовать вот таким вот образом пишем инклад ванц и указываем путь к файлу модели и соответственно сам файл далее доработаем наш индекс контроллер запишем следующие строки создадим переменную rs категории record set то есть набор данных категорий и присвоим ему в результате выполнение функции get all main cards with children получить все главные категории с их дочерними а данной функции у нас нет мы просто пишем общую логику а эту функцию мы сейчас реализуем в категории смотрим то есть данная функция у нас обратиться к базе данных выполнить определенные с кель запросы получит данные оформит их в виде массива и этот массив вернет в эту переменную теперь перейдем нашу модель категории смотрел и создадим данную функцию сохраняемся то есть сейчас мы создали некий такой небольшой механизм доработали ядро нашего сайта и создали логику работы с моделями давайте сохраним проект перейдем браузер обновим нашу страничку и посмотрим что у нас получилось страничку обновили слова тест увидели все хорошо все отработало то есть соответственно по этой логике здесь мы опишем запросы к базе данных возвратим массив данных здесь мы массив данных получим и передадим вот аналогичным образом его в смарте и далее в смарте уже выведем на страничку перед тем как приступить к реализации этой задачи нам требуется осуществить подключение к самой базе данных в папке config создадим новый файл правой кнопкой мыши создать php файл и назовем его db database готово в данном файле мы осуществим подключение к базе данных и этот файл мы будем вызывать из индекс php запишем в него следующие строки это как обычно описание файла что он будет делать инициализация подключения к базе данных и далее заведем ряд переменных первая переменная на строке номер 9 db location это ip адрес там где располагается база данных в данном случае она у нас на локальном сервере и и наш локальный айпи адрес это 127.0.0.1 следующая переменная это имя базы данных db name баз данных у нас называется shop далее пользователь пользователь для подключения к базе данных мы его указывали во время установки xambo db user равен root у меня был root может быть вы по-другому как-то сделали далее пароль к базе данных пустой пароль пароля не указывал соответственно если вы указали какой-то пароль здесь его нужно будет ввести данные для подключения у нас есть теперь создадим само подключение вот таким вот образом создается подключение к базе данных заводим переменную db и присваиваем результат выполнения функции mysql нижнее подчеркивание connect параметры указываем db location то есть где располагается у нас база данных db user под каким пользователем мы подключаемся и пароль от этого пользователя далее напишем проверку на ошибки проверим переменную db пишем и в не db то есть если здесь значение false то есть нас не подключил не под не создалось подключение то мы пишем выдаем на экран ошибку ошибка доступа к mysql то есть мы по каким-то причинам не смогли подключиться mysql либо db location с неверной либо логин неверный либо пароль неверный итак с помощью 15 строки мы подключились к mysql теперь нам нужно подключиться непосредственно именно к нашей базе данных делать это с помощью вот такой вот команды записываем if сразу в проверке мы это осуществим восклицательный знак mysql select db передаем имя базы данных shop и соответственно наше подключение переменную db если по каким-то причинам данная функция вернула нам false то мы попадаем в этот блок и выдаем сообщение об ошибке ошибка доступа к базе данных и имя базы данных это может произойти в случае если такой баз данных shop у нас не существует и еще добавить давайте добавим следующие строки то есть строку вот такая вот команда она говорит sql сервера то что по умолчанию набор символов у нас будет формате utf8 так как у нас сам сайт utf8 и все кодировки в базе данных у нас тоже таблички созданы как utf8 general c и то нам тоже нужно это на всякий случай здесь указать теперь перейдем файл индекс php и подключим только что созданный файл подключать его нужно будет после файла конфиг вот здесь и до функции до вызова main functions то есть при любой загрузке страницы у нас автоматически будет происходить инициализация базы данных подключение к базе данных а